Праздник дружбы, спорта и единства в Киясово. 3 июля стартуют республиканские летние сельские игры. Все ли готово к приезду у гостей и какие сюрпризы их ждут? Об успехах, мотивации и преградах на пути к победе серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Скороход Сергей Широбоков откровенно о сокровенном. Чем гордится руководство комплекса «Чекирилл», где каждый год и зимой, и летом аншлаги, и что ждет интересного в этом летнем сезоне гостей. Все это в программе «Спортивный интерес» прямо сейчас. Здравствуйте! И сначала несколько фактов из спортивной жизни республики. Итак, новости короткой строкой. 50 тысяч патронов, 450 атлетов, 4 соревновательных дня. В Стрелковом Тережевска стартовал турнир «Юный стрелок России». Для спортсменов 15 и 16 лет этот турнир – этап подготовки к российским первенствам. Не пустуют и песочные корты на городском пляже. В первенстве при Волжье по пляжному волейболу участвовало 20 команд. Боролись игроки за путевки в Анапу на финал национального первенства. Две из них завоевали в итоге юноши сборной Удмуртии. Нелетная погода не помеха. Участники республиканских соревнований по авиамодельному спорту победителей определили. Лучший результат в командном зачете в категории «Свободно летающие аппараты» показали завьяловские спортсмены. Десятки личных рекордов были установлены на чемпионате Удмуртии по легкой атлетике. Заявилось на турнир более 150 человек. Это был практически весь цвет сборной Удмуртии. Атлеты Большойчинской школы-интернат выиграли в Сербии золотые медали на европейском турнире по унифайт-волейболу специальной олимпиады. Чествовали по приезду домой победителей в Министерстве спорта Удмуртии в торжественной обстановке. Юбилей спорткомплекса «Чекирилл» отметит в этом году спортивное сообщество Удмуртии. Одной из самых востребованных площадок республики и России 30 лет. О прошлом и настоящем арене в нашем сюжете. Еще в прошлом веке склоны холма на окраине Ижевска пришлись по душе биатлонистам. Затем в конце 80-х за дело взялись поклонники горных лыж. Спустя два десятилетия начинается реконструкция. Гору нарастили на 40 метров. В итоге «Чекирилл» стал соответствовать международной области. Сейчас это современный спорткомплекс. Здесь тренируются слэдж-хоккеисты, легкоатлеты, лыжники, сноубордисты, велогонщики. Вскоре появится новая трасса для маунтинбайкеров. Делаем трассу. Ребята работают с подвижниками. Они бесплатно практически все это делают. Будем надеяться, что будут у нас оригинальные соревнования проводиться по маунтинбайку. Сами велогонщики признаются в любви к «Чекириллу». Красиво, просторно, удобно, плюс интересные трассы. Тут много гор, в которых можно и поработать. И со спусков тоже спусков хватает. На ледовой арене «Чекирилла» тренируются хоккеисты Иштали, слэдж-хоккеисты сборной Удмуртии, юные фигуристы. Каталась здесь и звезда Олимпиады в Пхенчхане. Да, также здесь Алина Загитова тренировалась, приезжала. И видели сами? Да, мы с детьми наблюдали. Спорткомплекс оснащен плавательным бассейном, доступным не только для спортсменов, но и для всех желающих. Сборы проходят у спортсменов разных видов спорта. Также пловцы здесь у нас тренируются, лёгкоатлеты, велосипедисты. Активно включается «Чекирилл» и в социальные проекты. Один из них – «Лыжи мечты» – всероссийская инклюзивная программа. Конечно, занятия спортом полезны для всех, и для таких ребят особенно, потому что это и эмоции, и общение, и новые двигательные навыки они находят. За 30 лет вершину «Чекирилла» покорили десятки тысяч поклонников спорта и активного отдыха, и, конечно, получили радость от занятий спортом. А это, наверное, сверхзадача любой спортивной площадки. Более подробно о будущем «Чекирилла», о перспективах его развития, мы поговорим с гостем нашей студии Владимиром Гамом. Владимир Гам – генеральный директор спорткомплекса «Чекирилла», окончил военно-транспортный институт Санкт-Петербурга, специальность эксплуатации и строительства железных дорог. Квалификация – инженер-механик, воинское звание «капитан», владеет немецким языком. Каков потенциал вообще «Чекирилла»? Какие площадки еще появятся в перспективе? – Хотелось бы верить, что у нас обязательно необходим просто спортивный зал нормальный, нормальный стадион, и для завершения общей картины надо, конечно, еще одну гостиницу. То есть увеличение… – Это второй гостиничный комплекс? – Да, второй гостиничный комплекс обязательно необходим. – Возможный ипподром, авто- или мототреки. Вот может ли это со временем у нас все-таки на «Чекирилле» появиться? – Там все для этого есть, потому что для авто-мототреков я сам в детстве занимался как бы… – Этим видом? – На мотоциклах, да, гоняли мы хорошо. Там шикарный карьер, где уже в принципе все готово. Ребята там уже ездят на эндурах, на спортивных мотоциклах. Правда, периодически они пытаются заскочить в нашу гору, откуда я их стараюсь согнать. Они разрушают нашу структуру своими шинами мощными. Но тем не менее там есть, вот сам ландшафт подразумевает, мотогонки обязательно должны быть, маутинбайк обязательно должен быть. Ну и конечно как бы надо стремиться, чтобы хороший спортзал, для того чтобы летом именно и весной и осенью сборные могли полноценно проводить свою подготовку к зимним видам спорта. – Какие старты в ближайшее время тоже может принимать Чекирилл? – Крупные старты. – По идее, по горным лыжам, по сноуборду, я думаю, Кубок России. – Да, это вполне возможно. То есть как бы необходимо немножечко вложить в инфраструктуру, то есть обновить. И вполне мы сможем это сделать. Региональные старты – это вообще как положено, должны быть у нас. – Горный бег, кстати, можно использовать и проводить этапы по Кубке России, например, по горному бегу вверх. – Вполне, вполне. – Не думали об этом? – Вполне. Я сам просто бегаю периодически. – И уже эту гору проявили на себе? – Да, я уже с первого подъема, ну за раз уже прохожу. – Еще какая мечта, еще какие планы? – Ну вообще-то я бы хотел, чтобы гора выросла еще метров на сто. – Тогда мы сможем делать, мы сейчас делаем с лавом-гигант, например, на лыжах, мы еще более мощно смогли бы проводить. Но это, конечно, шутка на самом деле, на сто метров мы ее не вырастем. Но тем не менее, с лавом и с лавом-гигант у нас проходит. Также и по сноуборду дисциплины идет параллельно с лавом, и также параллельно с лавом-гигант у нас проходит. То есть сама гора позволяет. А как тренировочная база и как база начальной подготовки, я считаю, что вообще, в принципе, и равных в нашем округе нет. Гора идеальная для обучения начинающих спортсменов и также для тренировочных заездов. У нас, в принципе, все виды спорта уже представлены, они занимаются именно как общеразвивающие и поддерживающие, ну как для поддержания общего развития инфраструктуры, там практически все есть. Но стадион, спортзал, это у меня программа, которая... Это минимум. Ну что ж, пусть ваши мечты осуществлятся. Спасибо, что пришли к нам в студию и спасибо вам за рассказ. Ну а я предлагаю снова вернуться на Чекирилл, где можно не только активно, но и душевно отдохнуть. КОНЕЦ И традиционная рубрика «Золото-Удмуртия откровенно сокровенном» расскажет серебряный призер чемпионата мира по ходьбе на 20 километров Сергей Широбоков. Он вновь намерен подняться на вершину спортивного Олимпа. Теперь его цель – Олимпийские игры 2020 года в Токио. Конечно же, это мечта у всех, то есть на Олимпиаде участвовать и завоевать там золотую медаль. Конечно же, у меня такая же мечта, то есть в 2020 году участвовать на Олимпиаде. А если получится, то и в следующей Олимпиаде, в 2024 году. Спокоен и невозмутим, он знает свое дело, знает чего хочет, а главное видит перспективу свою в спорте. Потенциалы есть и желание тренироваться и выступать на самом высоком уровне. Сергей Широбоков всего 19, а он уже чемпион Европы и призер мирового первенства. И один из главных кандидатов на Олимпиаду в Токио. Олимпиада 2020 – это его. Мы все видим, как он растет, как его растут результаты. И он на сегодняшний день лидер мирового рейтинга. Через тернии к звездам, иначе не скажешь про Сергея. Говорит, были на его пути и недоброжелатели, которые не верили в него. Свою роль сыграла и дисквалификация Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Но он шел к своей цели, несмотря ни на что, дойдя в 2017-м до серебра взрослого чемпионата мира. За это он благодарен не только тренеру, но и своим родителям – Люмиле Петровне и Владимиру Анатольевичу. Мы приучали в детстве быть ответственным, то есть спортивным тоже. И был, помню, один момент, когда я подошел к маме и сказал, что хочу завязать спортивную ходьбу. Она мне тогда сказала, говорит, потерпи немного и все нормально будет. То есть после этих слов как-то все перевернулось. И можно сказать, я благодарен этим словам. Широбоков молод, трудолюбив, амбициозен. Он знает, что все титулы и награды – ничто без труда и упорства. Без поражения не бывает побед. Для меня может быть это даже девиз свой. Проиграл один раз, значит, второй раз. Выигрываешь. То есть если проигрываешь, значит, что-то не так сделал. То есть случишься уже. То есть опытнее встаешь. Могу дать один совет. Поставить перед собой цель – идите к ней. И не останавливать, кто что бы ни говорил плохой вам. То, что не сможете это сделать, а ты докажи им то, что сможешь. И все. А пока тренировки. В середине июля – юниорское первенство мира. А в августе – чемпионат Европы. Не за горами и Олимпиады в Токио. Сергей уверен, на игры 20-го или 24-го года обязательно поедет. Мечты сбываются. Это Широбоков уже точно знает. Главное спортивное событие июля – летние сельские республиканские игры в Киясово. Стартуют они 3-го июля. Лучшие сельские атлеты разыграют 50 комплектов наград и установят немало рекордов. О том, как готовится республика к сельской Олимпиаде, узнал мой коллега Илья Вихарев. Ему слово и внимание на экран. Привет, Марина. Сейчас нахожусь в кабинете министра спорта Удмуртии с Натальей Владимировной Гольцовой. Впереди у нас не менее важное событие для республики – 27-е сельские спортивные игры, которые стартуют уже совсем скоро в Киясове. Наталья Владимировна, какова программа? Давайте с этого и начнем. Мы стабильно проводим эти игры. Конечно же, около 20 видов спорта. Это легкая атлетика, волейбол. Также у нас есть дзюдо. И есть интересные виды спорта – это лапта и перетягивание каната. Какие новшества будут? Что мы увидим? Ну и новшества – это триатлон. Плавание – 200 метров, вело – 6 километров и бег – 1,5 километра. Ежегодно сдаются объекты к сельским спортивным играм, и к зимним, и к летним. Стадион получает Киясово в этом году? Да, Киясово в этом году получит стадион новый, красивый, современный. Четыре дорожки, как я сказала, уже на 400 метров, с искусственным покрытием, прорезиненный. Ну, в общем-то, очень красивое это зрелище. И также около него будет стоять ФОК. Это будет классно. Кто будет из известных спортсменов? Давайте вот с ВИПов начнем. Кто приедет поздравить сельских атлетов? Это Галина Алексеевна Кулакова и Тамара Ивановна Тихонова, и Иван Черезов, и Максим Валикжанин. Участников будет 1350 совместно. Вместе с представителями – это полторы тысячи участников будет. Ну и также ждем около пяти тысяч гостей, которые захотят прийти. Это болельщики каждой семьи, они придут посмотреть эти игры, ну и, конечно же, весь район. Спасибо, Наталья Владимировна. Ну что ж, мы всех приглашаем на 27-е республиканские сельские спортивные игры. Будет интересно. Спасибо, Лия, спасибо, Наталья Владимировна, за подробный рассказ. Еще раз напомню, летние республиканские игры стартуют в Киясово 3 июля. А сейчас мы вспомним прошедшие сельские игры. Приятного просмотра и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok